МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, что только в августе можно почувствовать истинный вкус лета. А все потому, что именно в последний летний месяц начинаешь ценить это прекраснейшее яркое время года по-настоящему. Здравствуйте! Это программа «Встретимся у звездотета». Мы приготовили для вас микс из самых летних, увлекательных могилевских историй, дабы вы все-таки успели распробовать лето как следует. Двигайтесь поближе! Современные технологии меняют город. С их появлением изменяется городской колорит, а жизнь горожан становится более комфортной. А еще они помогают решить актуальные проблемы могилевчан. Одной из последних городских новинок стали умные остановки, в основе которых те самые IT-технологии. Очень нравится, особенно в центре очень красивые остановки. Сделали здесь расписание, очень удобно смотреть, потому что не на всех остановках такое. В основном вот вариант бумажный, то есть людям очень неудобно, тем, у кого плохое зрение или если нет времени под рукой. Здесь вот подошел, посмотрел, мне кажется, очень удобно. Вот он, важный элемент жизни города. Из этих остановочных домиков состоит быт современного жителя мегаполиса. Могилевчане не исключение, ведь именно здесь они проводят часть своего времени. Так сказать, берут старт, спешат на работу, едут в гости или по делам. Ждать общественный транспорт куда приятнее в уютной атмосфере. Всего в городе больше полутысячи остановочных пунктов, но современных буст-стопов в Могилеве пока немного. В основном их можно увидеть на основных транспортных магистралях. Проспект Мира, улица Первомайская, Пушкинский проспект. Запланировано у нас на этот год два капитальных ремонта улиц. Это Первомайская и Большая Чауская. По проектно-смертной документации там 12 павильонов новых еще до конца года планируется установить. Поучаствовать в благоустройстве города предложили предпринимателям. Вариантов новых остановок много. Проект можно выбрать готовый, можно предложить свою идею. Договоры аренды заключены с предпринимателями, которые размещаются, комплексы остановочные с торговыми павильонами. То есть после окончания договоров аренды будем рекомендовать установку интерактивных пунктов с Wi-Fi, расписанием движения автобусов. С навесными торговыми павильонами, Wi-Fi или без – главный критерий тут все же удобство горожан. Что бы вы хотели видеть на новых современных остановках? Крышу над головой, чтобы не было дождя, не попадало. Ну и нормальные скамейки. Чтобы на всех остановках было время, когда приезжают автобусы. Это очень удобно. А то если, допустим, нет интернет на телефоне, ты не можешь посмотреть, куда они приедут. Чтобы не так холодно зимой было. Летом было, конечно, хорошо, а зимой, сами понимаете. Ларек, лавочки, все, больше ничего не нужно. А вот Wi-Fi и там еще что-то? Ну, было бы хорошо, да, для молодежи. Совсем скоро могилевчане увидят такой новый интерактивный павильон на остановочном пункте «Дом ветеранов». Сейчас монтируют саму конструкцию, длина которой, кстати, больше 20 метров. Собственник павильона уверен, что остановка будет просторная и в первую очередь комфортная для пассажиров. Здесь можно будет зарядить мобильный телефон и даже воспользоваться бесплатным Wi-Fi. А на интерактивном табло появится мобильное транспортное приложение. Умная остановка поможет людям распланировать маршрут передвижения по городу на сенсорном экране, получить актуальную информацию о прибытии транспорта, узнать время и температуру воздуха. Поэтому о вопросах, как доехать до центра, автобус идет прямо или поворачивает, можно будет и вовсе забыть. Проложить свой маршрут станет возможным одним нажатием пальца. Еще тут можно будет снять деньги, оплатить услуги, что-нибудь купить и даже подорядить гаджеты. А еще новые остановки – это своеобразное украшение города. Они отлично заменяют оклеенные объявлениями и уже устаревшие разноцветные конструкции. Когда знаешь о родном городе все и даже больше, когда каждая улица – увлекательный роман, а каждое здание – приключенческая повесть, все же остаются места тайны, где оживают старые воспоминания. И снова хочется эти тайны раскрыть. Я в сфере туризма работаю давно уже, больше 15 лет. И очень много принимаю групп, экскурсий в городе Могилеве. И знаю город Могилев от а до я. Но это место для меня является особенным. Тут особая аура, особые ощущения. Костел Успения Девы Марии и Святого Станислава – жемчужина могилевской архитектуры. Древний католический храм с долгой и яркой историей. Здание датировано 16-17 век. И удивительно тем, что оно в этот период построено как каменное сооружение. Кроме всего прочего, во времена, когда Могилев принадлежал Российской империи, епархия католическая распространялась властью вплоть до Сахалина. То есть вот здесь был у нас самый главный храм католический в нашем городе. И здесь был главный епископ, власть которого распространялась на территорию всей Российской империи, до всех краев Российской империи. Костел чудом уцелел в одвороте эпохи событий. Это тем более удивительно, что здание находится в самом центре Могилева. Его не тронули с приходом советской власти, его пощадила Великая Отечественная. Во время советской власти оно как бы закрыто было. За зданием построено жилое сооружение, жилой дом, сталинский ампир, так называемый. Благодаря ему этот дом закрыл. И даже многие жители нашего города до сих пор не знают, что во дворе находится такая красота. А еще Могилевский костел спас архив, который располагался в древнем здании с середины 50-х прошлого века на протяжении трех десятилетий. В начале 90-х костел отдали верующим и отреставрировали. Но Елена Карпенко помнит его другим. Здесь был какой-то заборчик, заброшенное здание стояло. И мы умудрялись вот с моей подружкой залазить по какими-то там, я не знаю, местам на это здание. Потом поднимались вот туда наверх по крыше и даже на ту башню и проникали внутрь. И что там было? Вот то, что воспоминания детства. Вот я помню вид изнутри сверху. Там есть такая возможность пройти по верху. И мы когда шли, вот первый раз я когда была там, я увидела огромное количество книг. Для меня, как для ребенка, было открытие, что здесь какой-то книжный склад. Это был где-то 87-й, 88-й год, где-то вот этот период. Потом, когда прошло какое-то время, мы еще раз сюда пришли, и уже этого не было. И начал костел потихонечку обрастать лесами. Я это тоже помню. Потом мы лазили по лесам. Елена Карпенко признается, это место всегда ее манило своей тайной. В детстве она не предполагала, что это костел. Ей хотелось знать, какие события происходили здесь много лет назад, чьи вершились судьбы. Может, именно от порога старого костела и начался ее путь в профессию. Кое-что отсюда ушло. А еще из детских воспоминаний из этого места что-то осталось? Да, осталось. Вот, кстати, вот этот вот дом, он остался практически неизменным. Вот это лестница. И даже, по-моему, цвет тот же. Вот мне воспоминания здесь. Лестница, дверь и вот эти вот окна, вот этот непонятный дом, он такой и остался. Елена часто привозит сюда экскурсии. И всякий раз, рассказывая историю древнего костела, снова возвращается в то время, когда с подружкой впервые пришла сюда. И вот это вот ощущение, оно сохраняется вот с детства до сих пор. И оно есть вот где-то здесь. Я когда сюда привожу туристов, я его пытаюсь передать, я надеюсь, у меня это получается. Смотреть на родной город глазами предшественника сложно. Кажется, что все давно знакомо. Но стоит свернуть с привычного маршрута, и ты попадаешь туда, где бывал в далеком детстве. Вместо знакомое и родное. Но по-прежнему манящее, так и неразгаданные тайны. Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается со двора. В Могилёве несколько сотен дворов, и кажется, что все они похожи друг на друга. Но специально для вас мы нашли самые красивые и оригинальные дворы и площадки Могилёва. Некогда самый популярный в Могилёве московский дворик перенесли. Что-то убрали, что-то добавили, и теперь он радует детей и их родителей на улице Якубовского. Давно площадка эта появилась здесь? Ну да, где-то год назад. И как, украсила, как думаешь, она двор ваш? Да, много людей стало. Домики, вот эти горочки, как тебе? Мне тоже все очень нравится. А вообще любишь ты гулять по улице? Очень люблю. А почему? Ну, можно заводить много друзей. Сейчас такими спортивными площадками с тренажерами уже никого не удивишь. А вот несколько лет назад они были в новинку. Разнообразно, весело, под открытым небом, да еще и бесплатно. Жителям микрорайона «Спутник» явно повезло. Часто сюда приходишь на площадку играть? Я каждый день сюда прихожу, потому что я занимаюсь спортом. Благодаря спорту у меня уменьшилась фигура. Раньше была полная. Восемь художников за 14 дней превратили скучные стены домов по улице Крыленка в настоящее произведение искусства. Проект 14 реализовывали могилевские художники год назад. И в нашем топе этот двор самый художественный. Настоящий детский рай расположился по улице Красного флота, что за кольцом космонавтов. Новые дома наполнены молодыми семьями с детьми. Хотя было бы здорово, если бы каждый двор в могилеве имел такую детскую площадку. Почему решили сюда прийти погулять? Просто так получилось или, может быть, постоянно приходите на эту площадку? Летически приезжаем, нравится площадка. Как вам разнообразие? Нравится малышу? Очень побольше вот таких. Кому каникулы, а им работа. Могилевские студенты из университета имени Кулешова провели раскопки в деревне Дашковка, что под Могилевом. Они исследовали древние поселения VII-VIII веков. Среди находок рыболовный крючок, предположительно III-V веков, и керамика. Археологическая практика для будущих историков – это маленькое путешествие и время интересных открытий. В течение трех недель студенты историко-филологического факультета из МГУ имени Аркадия Кулешова проходят археолого-этнографическую практику около деревни Дашковка. Их день начинается с подъема в 7 утра, затем завтрак и в 8.00 они полностью готовы к раскопкам. На практике в основном студенты первого курса. Для них это все впервые и многое в диковинку. Понятное дело, это не урбанисик, это не городская жизнь, но в принципе довольно комфортно, все удобства есть, которые нужны. Конечно, хочется домой. Холодно. Здесь очень холодно спать ночью. Да, ночью. Да и днем, в принципе, тоже холодно. А у вас вообще до этого был опыт жить в палатке? Да. У меня не доводилось. Да, потому что мы все время ездили с папой в Чечевич отдыхать. За средствами для существования, в первую очередь за едой и водой, ребята ежедневно ездят на ближайшую заправочную станцию. В день уходит около пяти бидонов с водой, а это примерно 100 литров в сутки. Как известно, на природе повышается аппетит, поэтому дежурные готовят на всю группу завтрак, обед и ужин. Каждый день, завтрак, обед, ужин, надо просыпаться часов в пять, чтобы разжечь огонь, так как дрова, ну, у нас часто идет дождь, из-за этого дрова у нас постоянно сырые, и, ну, трудновато бывает. Шаг за шагом, лопата за лопатой. И вот видны следы древнего поселения. Археологи установили, что действовать поселение начинает с Железного века. Оно не раз подвергалось нашествиям и горело. Все найденные элементы древнего быта останутся в музее университета. Мы обнаружили постройку, и в углу этой постройки мы обнаружили бронзовую бутину Железного века, и обнаружили рыболовный крючок, идеально сохранившийся, до сих пор острый можно палец проколоть. Значит, мы связались с нашими коллегами, проконсультировались, и точно знаем, что население, которое жило вот здесь, конкретно в этой постройке, промышляло рыбной ловлей на сома. С целью сохранения исторических ценностей ребята производят зачистку шульфа, фиксируют раскопки на фото и закапывают обратно. Мы нашли очень много керамики из этого шульфа. Предположительно, это была киевская, калочинская, зарбинецкая культура. Также мы находили различного рода кости. Предположительно, это были кости животных. Артем Юрченко видит смысл и личный азарт археолога в открытии чего-то нового и неизведанного. Если ты чего-то находишь, ты очень рад, потому что от этого зависит и твоя оценка, и просто уважение других членов твоей экспедиции. За все время практики могилевские студенты получили опыт самостоятельной жизни в непривычных условиях и, конечно же, приобрели навыки археолога. До следующей практики еще год, а у историков уже есть задумки поискать следы минувших веков в деревне Буйниче. В отличие от негативных новостей, добрые вести всегда оставляют после себя долгое и приятное послевкусие. Мы подготовили для вас короткий дайджест из самых интересных и положительных могилевских новостей на уходящей неделе. Будьте в курсе. Будьте в курсе. Звание «Женский международный гроссмейстер» получила могилевская шахматистка Ольга Баделько. Отличительно то, что в Беларуси такой титул впервые получила спортсменка школьного возраста. За плечами 17-летней шахматистки 47 стран, где она в 5-6-часовых партиях оспаривала победу у самых именитых шахматных звезд. Сегодня Ольга Баделько является мастером спорта Беларуси, спортсменом-инструктором национальной команды по шахматам. Она многократная чемпионка мира и Европы в своем возрасте. Занимает 10-ю позицию среди сильнейших по рейтингу юниорок мира до 20 лет и входит в топ-100 сильнейших шахматисток мира. Артисты Могилевского драмтеатра Василий Галец и Галина Угначева в августе отметят юбилей. В честь этого в театре пройдет цикл спектаклей с их участием. Первый из них – «Любовные письма» американского драматурга Альберта Гурнея. Режиссер спектакля Камиля Хусаинова представила публике трогательную историю Мелисы и Энди. Они пишут друг другу письма и создают свою прекрасную волшебную страну ОС. Герои запечатывают в конверты свои чувства и мысли. Их письма становятся любовью, а любовь – письмами. Как призналась режиссер спектакля, работать с мэтрами сцены было легко и приятно. Вот таким вышел наш короткий топ самых занимательных и интересных могилевских событий. Что в него не вошло – смотрите далее. Чем занять себя на каникулах? Маленькие могилевчане на этот вопрос ответят быстро. Ходить в гости, играть с друзьями, бегать на речку. Но при этом нельзя забывать о правилах безопасности. Именно так проходят каникулы могилевских школьников. С пользой, весело и безопасно. За новыми впечатлениями и знаниями ребята вместе с родителями отправились в гости в Октябрьский отдел Департамента охраны. Не тяжело тебе стоять? Только с бронежилетом тяжело. А ты знаешь, сколько он весит? Восемь килограммов. Кто хранит покой и обеспечивает безопасность в городе? Кто стоит на защите нашего с вами имущества? О работе самой мобильной службы ребята слушали внимательно. Бронежилет, каска, наручники и настоящее милицейское оружие. Но чем сто раз услышать или увидеть, лучше один примерить. Комфортно. А как ты думаешь, зачем сотрудникам охраны столько всего тяжелого? Для самозащиты. Потому что противник может выстрелить тоже. Ярослав милицейское бандирование примеряет впервые. Теперь ему уж точно будет, что рассказать друзьям. Расскажи, Ярослав, кем ты себя ощущаешь? Настоящим милиционером. Признался честно, что тяжеловато. А если еще добавить и оружие, наручники, и, как говорят в народе, дубинку, вес охранной экипировки увеличивается на пару-тройку килограммов точно. Этим мальчишкам такая ноша пока не по плечу. Теперь ты понимаешь, какова это служба? Да, понимаю, что это не очень легко. Настоящий восторг у ребят вызвал интерактивный тир. Пострелять из настоящего пистолета захотели и мальчишки, и девчонки. Взмах руки и попадание отражается на мониторе. До снайперов, конечно, далеко, но ребята прекрасно понимают, чтобы добиться успеха, нужна ежедневная и усердная тренировка. Поразить виртуального противника у ребят все же получилось. Половина успеха в любой работе зависит от напарника. Знакомьтесь и Бортфорестер, и ЦС фон Сенарзия. Родственники, если точнее, папа и сын. Вместе с хозяином они каждое утро приходят на работу. Александр их называет ласково и просто. Боря, Цейси и отдает команду. Собаки лично, они работают в милиции. Также их кормят полностью, содержат. Воспитываем потихонечку. Им нравится работать. При виде детей строгие, мохнатые стражи порядка превратились в ласковых и дружелюбных питомцев. Что тебе больше всего понравилось? Ну, то, что они там так все красиво делают, выполняют команды. Какую-то команду запомнила? Ну, все. А понравилось, как лапу дают? Да. Как бы ребята ни старались, Борис дал лапу только хозяину. Что главное в работе с собаками? Любить собак, самое главное. Любить, доверять. Если, тем более, вся семья любит, вместо супруга, с детьми, то это бесподобно. Таких четвероногих сотрудников в Октябрьском районе 13. Девять живут в этом уютном питомнике. Остальные дома вместе с хозяевами. Каждый день они выходят на службу, ведь оставить город без охраны нельзя ни на минуту. Главная черта охранной службы – оперативность. Ребята удивились, как за пять минут можно оказаться на месте происшествия. Едем на вызов. Участок номер восемь. Мальчишки и девчонки вошли в роль. Но где еще, как не в настоящем автомобиле, с рацией и сиреной, можно почувствовать себя настоящими героями? Машина супер, просто классная. Чувствуешь себя настоящим офицером, который едет на вызов. А вот еще одной безопасной и увлекательной площадкой стала набережная Дубровенки. Водолазы, спасатели, госавтоинспекция. Всего 14 тематических площадок. Например, мастер-класс от МЧС. Одеться за 17 секунд, сообщить о ЧП-диспетчеру или потушить пожар. Все для того, чтобы дети знали, как избежать чрезвычайных ситуаций и что делать в случае происшествия. Дежурная служба МЧС, что случилось? Заверялся дома. Специалисты газовой службы вместе с ребятней варили кашу, задавали важные вопросы и получали на них весьма неординарные ответы. Чем пахнет природный газ? И тухлыми яйцами. Или капустой. Или капустой. А как это, а вещество как называется? Природный газ. Дети, газ пахнет вообще природным? Нет. Не имеет ни вкуса? Нет, ни вкуса, ни запах. Ну и как же в эти летние деньки лишний раз не напомнить ребятам, как вести себя на воде? Также хотим донести до детей, чтобы они понимали, что нахождение воды без взрослых – это категорически запрещено. Какие вопросы чаще всего задают дети? Ну, детям интересно посмотреть на снаряжение, на акваланги, на костюмы, потрогать это руками, примерить. И даже то, что вес снаряжения достаточно большой, ребят не останавливает. Они готовы чувствовать себя настоящими спасателями. Теперь я знаю, как им пользоваться. Как? Открывается воздух. Вот отлично, это смотрится, сколько там воздуха осталось. Занятия по душе здесь нашли дети разного возраста. Самые маленькие ходили по дорожке здоровья, те, кто постарше, проходили полосу препятствий. А некоторые и вовсе устроили танцы на ходулях. И даже тетри здесь был необычный на столе и с деревянными кубиками. Отличная альтернатива гаджетам. Кстати, здесь они были нужны, ну, разве что для селфи. И канаты, и спортивные игры, и мастер-классы, ну, не говоря о субъектах профилактики наших. Поэтому я надеюсь, что да, вместе мы все подарили праздник. И самое главное, напомнили о безопасном ответственном поведении. У организаторов мероприятия получилось создать праздничную атмосферу и подарить хорошее настроение и детям, и родителям. Что ж, после каникул будет, что вспомнить и о чем рассказать. Любимые игрушки детства. Машинки для мальчишек, куклы для девчонок. Хотя, не факт. В Могилевском музее этнографии работает выставка кукол, которая понравится скорее мальчишкам. Ее экспонаты выполнены в стиле стимпанк и поражают своим брутальным видом. Да и само название выставки говорящая. Мужской взгляд. Он не такой воинственный, но в то же время очень наглый. И в то же время несколько такой трогательный, да, персонаж. И эти носухи, которые так за него готовы постоять насветок буквально. Эта кукла – бродяга Беликоин, любимчик, заведующий музеем Светланы Рыбаковой. Все детали его образа складываются в рассказ о персонаже. Глаз от Коина оторвать невозможно. Впрочем, как и от остальных кукол. Их автор Сергей Дроздов из Жлобина достиг такого совершенства в этом деле, что у юных посетителей выставки с первого взгляда захватывает дух. Впечатлило то, что куклы проделаны до самых мельчайших мелочей. Очень красиво, очень дилетально. Меня удивило то, что куклы очень хорошие, качественные, проделаны до мелочей. Много очень фантастики. Взрослые посетители тоже в детском восторге. Выставка классная. Мне очень нравится. Я, во-первых, сама люблю все эти сказки и мультики до сих пор еще смотрю. И у меня муж тоже такой рукодельник, что может и сабельку сделать, и ружье такое для внуков сделать. Хочу его привезти, потому что это супер. Это вообще фантастика. А ведь и правда фантастика. В прямом смысле слова. Стиль стимпанк, в котором выполнены куклы, зародился именно в научной фантастике 19 века, вдохновленной паровой энергией, а затем шагнул в другие сферы искусства. Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества, которое в совершенстве освоило механику и технологии паровых машин. Это персонажи, это куклы, это образы, которых художник, мужчина, создает для того, чтобы ими в первую очередь восхищались зрители-мужчины. Потому что это особый мир, такой мужской мир, воинственный очень. В экспозиции грозные пираты, закованные в броню животные и другие персонажи, вооруженные до зубов. Но все равно очень забавные и милые. А еще у каждой из этих кукол своя история. Например, вот у этого Эриха фон Краузе, военный инженер, барон с корнями, глубоко идущий в историю своего рода, с паровой машиной, названный в честь Генриха Вильгельма Адальберта. Дата жизни 1811-1873 младшего брата короля Фридриха Вильгельма. Кукла Сергея Дроздова – вершина мастерства. Недаром они есть в коллекции лидера «Машины времени» Андрея Макаревича. Это настолько тонкая работа, настолько, я бы сказала, элегантная, такая изысканная, где каждая деталь проработана. Автор ставит перед собой задачу создавать полноценные образы. Вот не как будто, а именно так, как оно и должно быть в реальности. Мастерство и фантазия автора позволили ему создать особый кукольный мир. Действительно, фантастический. Работать выставка «Мужской взгляд» будет до 24 сентября. Говорят, август похож на вечер воскресенья. Кажется, есть еще время отдохнуть, но сентябрь подкрадывается незаметно. Но лето все же продолжается. Мы составили топ-10 лучших фотографий Могилева. Сегодня он ламповый и уютный. Если фонари зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. По крайней мере, для классной фотографии. Часто, чтобы увидеть что-то новое, нужно подойти к нему с другой стороны. В прямом смысле этого слова. Велосипеды, машины, самолеты. К ним мы уже привыкли. На поезда все же самый романтичный вид транспорта. Как и во всех городах, жизнь Могилева сосредоточена в центре. Хотя наши спальные районы тоже хороши. Погода шепчет. Дни коротких платьев сочтены. Но Могилевчанки уверены, тепло еще вернется в наш город. Дождь не повод для грусти, а повод для поиска радуги. Четвероногие друзья – украшение любой фотографии. Новый торговый центр уже открыл двери для горожан. И для покупателей, и для фотолюбителей. Ах, август, ах, бархатный сезон. В этот месяц мы стараемся уместить все свои летние планы и осуществить самые смелые мечты, чтобы воспоминания о таких событиях грели нас целый год, вплоть до следующего лета. Программа «Встретимся у звездочета» собирает самые яркие могилевские истории, чтобы хранить их не только в памяти, но и в кадре. На сегодня все. Встречаемся ровно через неделю на прежнем месте у звездочета на «Беларусь-4 могилев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин